Вар Тандер Не так давно итальянские корабли стали доступны всем игрокам, а с выходом обновления ветку флота пополняет топовый тяжёлый крейсер Zara. 180-метровый монстр вооружён 8-ю орудиями калибра 203 мм, а толстая броня делает его одним из самых защищённых кораблей в игре. Для поклонников советской школы танкостроения — долгожданная новинка — основной боевой танк Т-72Б3. Машина оснащена новым прицельным комплексом с тепловизором и более мощным двигателем. Но главное изменение — это, конечно же, броня. Во лбу танка старую динамическую защиту «Контакт-1» заменили на «Контакт-5», уже знакомую игрокам по танку Т-80У. А бортовую проекцию машины прикрывает совершенно новая для War Thunder DZ реликт. Британские и французские ВВС получают новые реактивные самолёты шестого ранга — Jaguar GR-1 и Jaguar A. Истребители-бомбардировщики отлично подойдут как для завоевания господства в воздухе, так и для борьбы с наземными силами противника. Машины обладают мощными 30-мм пушками и впечатляющим арсеналом подвесного вооружения, бомбы различных калибров, нары и, конечно же, управляемые ракеты «Воздух-воздух» — «Киндер АИМ-9G» и «Матра» Р-550 «Мэджик-1». Любители французских танков с качающейся башней наверняка оценят шар «Сомюа-СМ». Исторически во время испытаний военные отдали предпочтение АМХ-50, а «Сомюа-СМ» так и не пошёл в серию. Зато в «Вар Тандер» каждый может опробовать этот танк в бою. Машина порадует мощной 100-мм пушкой, оснащённой автоматом заряжания на 8 снарядов, а также хорошим бронированием. Китайскую ветку авиации пополняет многоцелевой реактивный истребитель-бомбардировщик «Кью-5» — результат глубокой модернизации советского МиГ-19. Две 23-мм пушки с боезапасом 240 снарядов и мощное ракетно-бомбовое вооружение позволят наделать немало шума в совместных боях. А грозная японская самоходка «Чи-Ха Лонг Ган» порадует калибром. Машина, созданная на базе среднего танка «Чи-Ха», оснащена мощнейшим 120-мм корабельным орудием, таким же, как на тяжёлом крейсере «Како». Углы вертикального наведения от минус 10 до 15 градусов и перезарядка 10 секунд при топовом экипаже — отличные показатели для такого калибра. Можно ли пройти мимо нового типа вооружения? С обновлением в игру приходят смертоносные морские мины. Кстати, они доступны не только кораблям. Использовать их в бою может даже авиация. А танковые снаряды тем временем стали объёмными. Бронебойные боеприпасы большого калибра больше не смогут протиснуться в узкую щель между башней и корпусом. А значит, модель повреждений и взаимодействие снаряда с бронёй станут ещё реалистичнее. Также мы продолжаем расширять шведскую танковую ветку. СТРВ-104 — самая совершенная модификация скандинавских «Центурионов». Для защиты от кумулятивных боеприпасов машина получила набор динамической защиты, а для улучшения подвижности танк оснастили новым двигателем и трансмиссией, что позволило увеличить максимальную скорость до 48 км в час. Нельзя не упомянуть новые модификации легендарного P-47 Thunderbolt — Razorback. Новые машины отличаются фонарём кабины, переходящим в горгрот. А в остальном — это всё те же грозные Thunderbolt с невероятно мощными двигателями и батареей из восьми браунингов. Совершенствуются средства обнаружения и защиты. Танкам и вертолётам стали доступны лазерные системы оповещения об облучении. Звуковой сигнал и текстовое предупреждение вовремя уведомят вас об опасности, а индикация покажет направление угрозы. Последняя группа новинок наверняка порадует пилотов. Во-первых, теперь им, следом за танкистами, стал доступен наш любимый анализ защищённости. Во-вторых, мы добавили избранные наборы подвесов, чтобы упростить их поиск перед боем. И, наконец, новый селектор вооружения позволит больше не назначать отдельные клавиши для каждого типа боеприпасов. Достаточно выбрать нужный в меню и нажать одну общую кнопку пуска. Разумеется, это далеко не всё. Полный список изменений вы, как всегда, найдёте на нашем официальном сайте. Испытывайте новинки в бою, обязательно делитесь впечатлениями в комментариях, ставьте лайки и оставайтесь с нами. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить подробные рассказы о новой технике. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok